Привет, друзья! Вы с Аленой, и сегодня мы с вами говорим на тему одиночества. Почему эта тема? Потому что она, во-первых, мне близка, она моя, собственно, и с этими вопросами я работаю уже очень давно в консультации со своими клиентами. Одиночество. Одиночество страшно ли так страшно, как хочется, чтобы оно было, и так ли оно действительно вам тревожно? Действительно, одиночество страшно для тех, у кого нет опыта контакта с самим собой. И каждый раз, когда у вас возникают проблемы, связанные с тем, что я хочу, что мне нужно, как мне действовать, вам нужен кто-то другой. О чем это часто говорит? Это говорит о внутренней беспомощности. И если внутри происходят моменты, которые влияют на вашу жизнь очень сильно, то, соответственно, одиночество вам противопоказано. Можно ли справляться при помощи одиночества с какими-то проблемами? Нет, нельзя. Важно для себя понять, что для вас одиночество, про что оно, чем вы боитесь, почему вы боитесь, почему вам страшно остаться наедине, как вам бы хотелось проводить свое свободное время. И одиночество для тех людей токсично, для кого в принципе страшно оставаться с самим собой и в принципе страшно начинать диалог с самим собой, начинать узнавать себя, начинать ощущать себя, начинать интересоваться собой. И если у вас есть запрос к жизни про, про что? Про жизнь, да, то, соответственно, вам одиночество не страшно. Но есть еще одна большая вещь, на которую очень-очень важно обращать внимание в реальной жизни. Если ваше одиночество про уход, про уход от ответственности, если ваше одиночество про единство с собой, если ваше одиночество про что, вот возьмите блокнот и прямо сейчас напишите про что ваше одиночество. И в другом месте напишите, почему вам страшно остаться в одиночестве с собой, Почему вам больно? Почему вам неинтересно? Почему вам тревожно? Почему вам стрессово? Почему? И каждый раз, когда вы начинаете отвечать себе на эти вопросы, ответьте просто на вопрос, с чем я могу быть полезна миру и, собственно говоря, для чего мне кто-то другой. Если вам обязательно кто-то другой нужен для реализации плана, для реализации целей, для достижения, для получения, это одна вещь. Но если вам страшно не проснуться, если вам страшно, одиноко, это уже про другое. И каждый раз, когда вы встречаетесь с тем, что ваше одиночество обусловлено чем-то, напишите, чем. Одиночество абсолютно не страшно для тех, кто постоянно исследует себя, для тех, кто хочет продолжать свою жизнь, хочет продолжать интересоваться, для тех, кто хочет интересоваться собой, своими целями, своими мечтами, своими интересами, своими. И если происходят такие моменты, как страх глубокий, глубокий страх потери близкого, потери жизни, ответственность за жизнь, то здесь очень влияет вот эта история на одиночество. Из одиночества нужно ли выходить? Нужно, если вам это нужно. Одиночество может навредить? Может, если вы, собственно говоря, не умеете в нем находить кайф. Одиночество так ли опасно? Опасно при условии того, что у вас есть психологические расстройства. Оно действительно опасно в этом случае. Одиночество нужно ли для внутреннего баланса, когда ты в поиске себя? Да, именно это нужно в некоторых моментах рассматривать. Для кого опасно одиночество? Для людей склонных к зависимости и для людей, имеющих физиологические заболевания. Для этих людей действительно одиночество может быть опасным. Для меня я профиль. Я профи-одиночество. То есть, грубо говоря, я много консультирую, но по сути я человек-одиночка. Я очень часто ухожу в свои мысли, нахожусь одна, и мне не всегда нужен кто-то. Не всегда. Далеко не всегда. И в этом есть свой кайф. Напишите вот прям под видео, какой у вас может быть кайф и какой у вас может быть страх от того, что вы останетесь один или одна. Ведь у некоторых боятся панических атак, смерти, еще какой-то ерунды. Напишите, что вам страшно. И напишите, почему это казус. Казус. Все равно мы пришли одни в этот мир, и другие нам лишь проводники.